3 миллиарда 373 миллиона тенге. Речь идет об общей сумме соцвыплаты. Ее получили больше 53 тысяч североказахстанцев, лишившихся дохода из-за продления карантина. В начале последнего летнего месяца государство немного изменило привычный для людей механизм. Как именно, узнается прямо сейчас. Строили планы, готовились выйти из карантина, а значит и на работу, но из-за его двухнедельного продления не смогли. Таких североказахстанцев не так много, если сравнивать с периодом, когда в стране ввели режим чрезвычайного положения, но и немало. Их финансовой подушкой безопасности, как и прежде, станет социальная выплата. Начиная со 2 августа, ее размер изменился. Если вы обратились в июле, у вас потеря дохода, полная потеря дохода в связи с ограничениями карантинными мероприятиями, именно ограничения, которые ввел главный санитарный врач региона, в котором вы проживаете, то вы имели право претендовать. Если вы получили выплату, то вам перерасчет дополнительно еще половина минимальной заработной платы упадет. Если же вы обратились после ввода действия изменений в правила, то вам упадет вся сумма. Это 63 750 синге. В северном регионе их в полном размере уже перечислили почти 54 тысячам североказахстанцев. Общая сумма выплат перевалила за 3 миллиарда в отечественной валюте. Работодатели очень активны, конечно. Они переживают за своих работников, подают обращения, заявления подают, прикладывают в списки. И, в общем-то, эта работа продолжается, проводится. Информационная система Министерства труда, она интегрирована, она обновилась. Весенних выплат она стала более универсальной. Как и подход к рассмотрению решения об отказе в выплате и приеме заявлений для ее получения. Чтобы решить эти вопросы, СССР казахстанцы с документами, указанными на экране, могут обратиться в штаб по борьбе с коронавирусом, городской или районной.